Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш гость – молодая поэтесса Мария Богдан. Мария родилась на Дальнем Востоке, а с 8-летнего возраста живет в Ульяновске. Она окончила Ульяновский педагогический институт и работает учителем литературы в школе. Мария – талантливый человек. Она автор книги стихов «Звезды на ладони». Ее поэтическое творчество отмечено уже большой хорошей наградой. Она стала лауреатом премии имени Николая Николаевича Благова в молодежной номинации. Мария Богдан прочтет вам свои стихи и расскажет о своем творчестве. Итак, слово нашему гостю. Все оставят, а ты останешься навсегда, до конца, до конца. Не обманешь и не обманешься тихим светом родного лица. Перекрестки стальными спицами вновь застелят полоску огня. Улетим за последними птицами. Нас не будет, тебя и меня. Седяною дома затуманится. Будет видно лишь серую ночь. Нас не будет, но где-то останется. Переулков заснеженный путь. Мы не сгинем, не потеряемся. Пусть уже не найти следа. Нас не будет, но мы останемся до конца. Навсегда, навсегда. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Мария Богдан. Сегодня я расскажу немного о себе, поделюсь своим творчеством. Ну и поговорим о литературной жизни. Как я обычно, всегда начинаю разговор о себе, что родилась не здесь, не в Ульяновске, а на Дальнем Востоке, в городе Находка Приморского края. Вот такой вот долгий путь я проделала еще в детстве. Я приехала сюда в возрасте 8 лет и с тех пор живу в Ульяновске. Здесь я начала писать. Попробую сейчас коротко рассказать обо всем. Любовь к литературе у меня была с самого детства. Но начала писать я уже, учащаясь в старшей школе. И поначалу это были стихи больше о природе, затем добавилась уже философская тематика и любовная лирика. Мне бы сейчас хотелось зачитать стихи тех лет. И вот одно из самых первых написанных мной стихотворений было такое с названием «Ты будешь помнить обо мне». Уносит ветер птичью стаю, сидеет мох на старом пне, тебя навеки заклинаю, ты будешь помнить обо мне. В просторах солнечного зноя, в чужой неведомой стране, ища уюта и покоя, ты будешь помнить обо мне. Поддашься радости обманной, разгульной вольнице весне. И все ж с тоскою очень странной, ты будешь помнить обо мне. Пройдут года, твои заботы останутся в глубоком сне. Когда с тобой случится что-то, ты будешь помнить обо мне. Не скрыться от судьбы беспрежной, ни на вершине, ни на дне. Пройдут века, а как и прежде, ты будешь помнить обо мне. И еще одно стихотворение, чуть позже написано, уже в годы учебы в университете. Я, тем не менее, тоже одно из программных, часто его читала. Вот так вот. В небо дорога стелется, пьяным пожаром зари, ты рядом, а мне все не верится. И замерло что-то внутри, переплетая сомнения с болью, уснувшей во мне. Тянется время осеннее в траурной тишине. То, что казалось вечностью, стало лишь пеплом костра, и больше не будет беспечности там, где мы были вчера. Что-то навеки останется, что-то уйдет навсегда. Осень, печальная страница, вновь приходит сюда. Скоро дождями синими выльются слезы мои, но ты ни о чем не проси меня, и в плен к себе не зови. Переплетая сомнения с болью, уснувшей во мне, тянется время осеннее в траурной тишине. Я вообще больше всего пишу стихов, наверное, так или иначе, осенней тематики. Почему-то именно это время года меня чаще вдохновляет, чаще тревожит душу. Наверное, именно осенью какие-то такие вот яркие происходят встречи, события. Ну, как начинался мой творческий путь, если вспомнить, самый первый мой литературный круг, это был клуб поэтов при Центральной городской библиотеке. Меня туда привел человек, которого, к сожалению, больше уже нет, но память о нем мне очень дорога, это Евгений Грант. Он замечательный человек, он всегда ко мне хорошо относился и к моему творчеству, и именно он был одним из самых первых моих читателей. И вот с клуба поэтов у меня, собственно, и начинается моя такая, по тем временам еще скромная литературная деятельность. Мы с некоторыми участниками клуба до сих пор пересекаемся на различных мероприятиях, литературных площадках, но одним, наверное, из таких вот важных для меня личных проектов была литературная филармония. Я была активным участником этого замечательного проекта. В свое время достаточно хорошо попутешествовала по Ульяновской области. Там я нашла своих новых читателей и слушателей, что для меня очень важно, ибо я считаю, что для поэта писать в стол – это вообще преступление, это издевательство над собой, поэтому выходить со своим творчеством можно и нужно, что, собственно говоря, я старалась делать. Опять же-таки принимаю участие в литературной филармонии, в дальнейшем уже других мероприятиях, связанных с чтением, продвижением книги и так далее. Я, наверное, сейчас прочту еще несколько стихов, которые также часто звучали во время моих поездок в литературную филармонию, и дальше еще что-нибудь интересное постараюсь рассказать. Не слышно? На ладонях тает время, не оставляя ничего взамен, а небо одинаково над всеми, и город в ожидании перемен. Осенний дождь все линии размоет, и пыль сотрет с тоскливой суеты, И что-то близкое, и самое простое на сердце ляжет, и сгорят мосты. Меж ожиданием и приходом чудом мне жизнь подарит новый поворот, а я, конечно, улечу отсюда, и вряд ли кто-нибудь меня найдет, и вряд ли кто-нибудь однажды вспомнит заснеженную комнату мою, лишь осень пару слез порой уронит, Ведь я о ней не раз еще спою, и в песне растворятся без остатка. Печальных дней, вскоревшие листы, осенний дождь скользнет ко мне украдкой, И смоет пыль тоскливой суеты. Забыта строка, и небо разбито на тысячи капель, Летит в облака глухая молитва, но месяц как скальпель. Неузнанный бог дождями играет и сыплет осколки, На всех четырех в ветрах отправляет свои плоскодонки. Лывете куда? Спроси, еле слышно, ответит, быть может, И только вода забрыжет по крыше, но в сердце не сможет, Ведь там еще так тепло и просторно от солнечных нитей, Забыта строка, забыта повторно потоки событий. И вот этот вот бурный поток событий несет нас дальше. И что бы мне еще хотелось сказать, В моей жизни также была важная встреча, важное знакомство. Знакомство с журналом «Симбирск». Это произошло в 2014 году. В этом журнале вышла моя первая именно такая вот журнальная подборка, Потому что, конечно, до этого я печаталась, Но в коллективных сборниках, в частности, сборник «Стихи по кругу» И «Гончаровская беседка». И было это за несколько лет до такой вот моей подборки. У меня журнала этого, к сожалению, не сохранилось. Мы были на различных мероприятиях, И все экземпляры раздарили людям, Которые неравнодушны к литературе и искусству. Ты не думай, с людьми ничего не случается. Просто знаешь, они не всегда возвращаются. Только ты никому, никому, мой доверчивый, Свой билет на луну не дари опрометчиво. Для всего свой черед. Наши роли разбросаны. Может, нам повезет не застрять над вопросами. Ни болезнь, ни война не замучат нас до смерти. Будет в небе луна с легким привкусом осени. Как будто бы от раны колотой Заныло сердце. Оно зовет, как медный колокол, Ему согреться. Да только день расколот надвое, Где чет, где нечит. Быть может, время снегопадное меня излечит, А может, что-то очень важное я не замечу. Лети тогда, душа бумажная. К последней встрече. Если говорить о дальнейшем моем развитии, Как поэта, Может быть, и как личности, Для меня очень значимым стал период, Начиная с 2017 года. Почему хочу заострить на этом внимание? Именно в 2017-м образовывается Совет молодых литераторов. Такая организация, которая связана непосредственно с союзом писателей России. Это молодые авторы, Занимающиеся литературой. Кто-то дольше, кто-то меньше. Но, тем не менее, мы все объединены одной идеей. Развивать литературу, Продвигать творчество молодых. И продолжать писать, творить, Радовать своих читателей и слушателей. Мы также активно принимаем участие В различных мероприятиях. Что хотелось бы мне еще рассказать? В частности, одним из плодов нашей совместной деятельности литературной Стал выход сборника «Новый венец». Эта книга вышла в 2018 году При поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Мы очень благодарны за то, Что эта книга вообще у нас получилась. Мы в нее вложили свою душу. Мы старались выбрать наиболее интересных, Самобытных авторов того периода. С тех пор у нас авторов даже прибавилось, Я бы сказала, Потому что на что мы опирались при создании этой книги во многом. У нас проходит теперь уже ежегодно конкурс, Конкурс, региональный конкурс «Первая роса». И вот ребята, участники этого конкурса, Они показывают очень хорошие результаты. И, собственно, многие на тот период, Занявшие какие-то призовые места, Прошедшие отбор, Многие оказались вот в этом сборнике. Мы его презентовали вместе с Советом молодых литераторов на Красной площади. Была книжная московская выставка-ярмарка. Также в 2018 году. И затем еще на различных наших областных площадках, В частности, на Пушкинском празднике у нас была также включена туда презентация этого сборника. Мы этот сборник подарили нашему замечательному губернатору. И выступили тогда с ребятами со своим творчеством. Затем еще на других площадках, Как я уже говорила, Мы также представляли этот сборник и свое творчество. А еще, совсем забыла сказать, 2017 год, Я немножечко возвращаюсь, 2017 год для меня стал тоже своего рода знаковым, Еще благодаря тому, что у меня в этом году вышел первый сборник. Первый сборник моих стихов, Пока единственный. Ну вот, такая небольшая по объему книга, Называется «Звезды на ладони». Но, тем не менее, Именно с этой книгой Мне удалось, Скажем так, Пройти в мир большой литературы, Потому что я в 2018 году Стала лауреатом Поэтической премии имени Благова. И я, наверное, сейчас Опять-таки несколько Стихов из своего сборника прочту. Растает, как лед, Безудержной грусти час, Из ночи в рассвет Слепая метнется тень, И что-то уйдет. Но свет не разбудит нас, Похожий на бред. Начнется тревожный день, Узнаешь ли ты В обрывочных тусклых снах О том, у каких Останешься берегов Осколком звезды Любимых В тобой глазах Засветится стих Из собранных в горсти слов. Закрытым окном Покажется небосвод, Промокший от слез, А дальше, конечно, нет Ни строчки о том, Что кто-то кого-то ждет, Как преданный пес, Что сторожит рассвет. Дальше о том, Как труден порою путь У тех, кто открыт, В ком солнце нетленный свет. Мы тоже уйдем, И тоже когда-нибудь. Никто не забыто, И что не забыто, нет. Меня разбудит новый день Круженьем снега, Снежинки, Белая сирень, В окно с разбега Стекло уткнуться и сгорят, Как цвет сирени, Жемчужные сказки января, Мое спасенье. Мои печали унесет Холодный ветер, Он точно знает обо всем, Он все приметил. Пройду заснеженной тропой, И кто не вспомнит, А небо белой пеленой Укроет город. Пусть будут мысли не в попад, И стих запутан, Но бесконечный снегопад Разбудит утром, Ведь нет ни повода для слез, Ни капли даже. И снег букетом белых роз На сердце ляжет. В 2018 году Было еще одно важное Для меня и для многих Молодых пишущих авторов События. Было мероприятие, Которое носит название На родине Гончарова. В рамках этого мероприятия Происходили встречи С писателями. Семинары у нас были Литературные. Мы познакомились С огромным количеством Молодых пишущих людей Из других регионов. Мы увидели, О чем они пишут, О чем они думают, Какие они. Познакомились с их творчеством, С журналами, Которые у них выходят. Это было действительно Очень такое яркое, Важное событие. Ты, моя песня осенняя, Радуешь ты и пленишь В желтом дыму воскресенья, Нотой прозрачной звучишь. И от чего-то так хочется В детство вернуться Хоть раз Бродит в саду одиночество, Что ему делать без нас? Ты, моя песня осенняя, Песня о счастье моем, В желтом дыму воскресенья, Мы растворились вдвоем. Прочту я сейчас Несколько стихов Из более позднего, скажем так, периода. Где-то на каких-то площадках Они уже звучали, но тем не менее Хочется сейчас с вами Поделиться еще немного Своим творчеством. Вы никогда мне Не напишите, А я Не вздумаю присниться, Когда луна Взойдет над крышами, Вам не захочется Влюбиться. Вы не сумеете Запомниться Из скромности Или недоверия. Вас не замучает Бессонница, А также совесть И сомненья, А время, Что всегда Безжалостно Пройдет, Сметая все Преграды. Мне И найти Самой малости Тех слов, Что здесь Оставить надо. Луна давно Зашла над крышами И ночь уже Чернее сажи. Вы никогда Мне не напишите, Не скажете О чем-то Важном. И еще Одну осеннюю Зарисовку Я бы хотела Сочетать. В прошлом году Впервые Его озвучила Рыжий цвет Спалил полнеба Негде путнику Укрыться Обезумевшая птица Жадно ищет Крошки хлеба Дождь Стаката выбивает Ребрам крыши Нет покоя Здравствуй Небо грозовое Здравствуй Осень золотая Город Умытый дождем Замер в нем Ожидание Тихо И пасмурно В нем Не найти Застрадание Можно себя Вытерять Где-то Меж светом И тенью Заново Что-то начать Будто Опять Понедельник Или идти Наугад В память Шагнув Словно в реку В первый Году Листопад Ну и в самом конце Мне бы хотелось Сказать Несколько слов Для тех Кто Смотрит И слушает Передачу Я хочу Каждому из вас Пожелать Счастья Добра Здоровья Радости И вдохновения Надеюсь Вам было интересно Надеюсь Мой Рассказ Получился И Емким И в то же время Объемным Надеюсь До новых встреч Благодарим Марию Богдан За участие В нашей программе Хочется пожелать Автору Большого Творческого Пути И пусть На этом пути Будет много Событий И много Открытий И пусть Грохочут Поезда Разноцветным Серпантином Ляжет Перед нами Путь И пусть Все дороги Приводят В конце концов В город Тихий И старинный Это Цитаты Из Стихов Марии Пусть Все дороги Приводят В город Тихий И старинный Домой Там Где Любят Тебя И ждут В одном Из стихотворений Мария писала Я о вдохновенье Не тревожу Бога Не прошу У неба Пару новых Строк Но Открыта Снова Для стихов Дорога Но Исписан Снова Вырванный Листок И мы Конечно Желаем Марии Пусть Всегда Будет Открыта Дорога Для Ваших Стихов Вам Дорогие Друзья Желаем Добра И вдохновения До новых Встреч Дорога 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 Продолжение следует...